Всем привет! С вами снова программа «Отдых плюс». На этой неделе праздник, так праздник Всемирный день охраны уха и слуха. Поэтому в этот раз мы приготовили для вас мероприятия, которые станут просто усладой для ваших ушек, да и для других органов чувств тоже. Не терпится посмотреть, что мы вам приготовили? Тогда вперед, категории 6+. И начать предлагаю с мега-кино-новинки. Многие этого события ждали целый год, и вот наконец-то на больших экранах милейшая история о талантливых животных «Зверопой». История основана на ставших в последнее время очень популярных телешоу. Животные пытаются пройти кастинг и попасть в главное вокальное шоу. Все это, конечно, весело, но этот мультфильм принесет вам не только радость, но и также заставит задуматься. Ведь каждый участник кастинга пришел на шоу со своей историей, с внутренней борьбой и бедами, сбежать от которых помогает лишь любимое дело. Поэтому никогда не сдавайтесь и идите к заветной цели, даже если весь мир против вас. От животных мультяшных переходим к животным реальным, хоть и уже не существующим. Как такое возможно? Все просто. В торгово-развлекательном центре «Ривьера» открылась выставка. Выставка движущихся гигантов. Путешествие в ледниковый период. На ней вы познакомитесь с уникальными животными, которые когда-то населяли нашу планету. Узнаете много интересных фактов о их жизни. А также сможете сфотографироваться на память с огромным мамонтом, с облезубым тигром или даже с шерстистым носорогом. Ну и другими удивительными созданиями. Продолжение следует... Порадуйте себя и прекрасную половину человечества по-настоящему добрым и весенним концертом. Ну вот, как и обещали, все только самое лучшее для ваших ушек и глазок. И это только начало. Впереди все интереснее и интереснее. Переходим к категории 12+. Предлагаю вам посетить выставку «Душа Алтая». На ней будут представлены живописные пейзажи Алтая и коллекция бабочек, обитающих в нашем регионе. Все это работы по-настоящему творческой семьи. Бабушка с дедушкой и внучкой Виктории совмещают выезды на природу с творческими увлечениями. Татьяна пишет пейзажи с натуры, а Виктор Васильевич с внучкой Виктории ловит бабочек. Сегодня в их коллекции около тысячи экземпляров. Также в экспозиции будут представлены и уникальные бабочки ручной работы Надежды Руденко. Поэтому обязательно посетите выставку «Душа Алтая» в галерее «Алтай. Талант. Биск». Торговый комплекс модный. Слушайте, в Биске настолько много творческих людей, что всех и не учесть. Но благодаря различным выставкам мы можем насладиться творчеством талантливых людей. Так, например, в торгово-развлекательном центре «Ривьера» 4 марта можно будет полюбоваться на работы мастеров со всего Алтайского края на ярмарке «Ремесленников». Начало ярмарки в 10.00. А для тех, кто любит искусство танца, предлагаем посетить турнир по бальным танцам «Танцующий город». Танцоры от молодого велика сразятся на главной сцене города за звание лучших в своем деле. Турнир продлится практически весь день с 9 утра и до 9 вечера. Поэтому время посетить все прекрасные действия будет более чем достаточно. Ну что, подрастающее поколение у нас со мероприятиями обеспечено. Предлагаю прийти к тем, кто постарше. В категории 16 плюс у нас припасено немало интересного. Поехали! Сольным концертом наш город посетит народная артистка России Жанна Бечевская. Она исполнит всеми любимые народные песни, старинные романцы и бардовские песни. Для поклонников ее творчества очень советую. Ведь это будет не просто сольное выступление, а юбилейный концерт. Что-то давно мы не рассказывали о киноновинках, а их, хочу сказать, немало на этой неделе. Ну, начнем с нашего отечественного. На большие экраны вышел фэнтези-фильм Вурдалаки. Ну что, вот и наши добрались до вампирских саг. История рассказывает о России 18 века. На краю Руси, в Карпатских горах, стоит Спасский монастырь, куда был создан духовик императрицы Елизаветы, монах Лавр. Какие тайны он унес с собой из столичного Петербурга, никто не ведал. Да и край, в который он был создан, издревле считался неспокойным. Говорили, мол, что в тех краях живет нечистая сила, оставшаяся там еще со времен набегов турецких войск. И вот за Лавром из Петербурга прибывает Андрей. Крестник самой императрицы Елизаветы. Где он и сталкивается со странным и пугающим. С тем, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. Отпусти ее. Возвращаются они. От чудес отечественных переходим к чудо-людям заморским. А точнее к людям Икс. А если еще точнее, то к самому Росомахе. На экраны вышла новая история от Марвел «Логан Росомаха». История рассказывает о недалеком будущем, где не осталось мутантов. Лишь Логан и старый профессор Икс, скрывающийся где-то на границе Мексики. Но совсем скоро их мир перевернется благодаря появлению девочки. Девочки-мутанта. Которая уж чересчур напоминает самого Росомаху. А теперь встречайте наших участников традиционного конкурса «Отдых плюс». Не забывайте фотографироваться во время своего отдыха и выкладывать фото в соцсети с хэштегом «Отдых плюс». И тогда, возможно, именно вы станете обладателем двух билетов в кино. Итак, обладателем билетов на этот раз становится вот это замечательное фото. Поздравляем вас! Приходите и забирайте свой по праву заслуженный приз. А на этом все. С вами была я, Елена Колточакова. Самый безопасный для вашего слуха гид по обийским мероприятиям. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!